Мы с вами прошли тяжелый путь. Победы и поражения не перечеркнут. Сделали то, что другие не смогли. Я ни за что не сжигаю мосты. Тут должна играть какая-то грустная музыка, наверное, так. Со скрипочкой, чтоб за душу брала. Ведь что? Конец кубка, конец клана Готики. Все разваливается. Сократ позвал игроков на третий сервер, загнал их в ловушку. Им ничего не удалось сделать. И в конечном итоге альянсу хана. Кто-то слышал, что мы собираемся в золото. Кто-то говорит, что мы на 38 сервер уходим. Кто-то говорит, что вообще из игры все разбегаются. И все, это конец, это фиаско. Давайте разбираться, что на самом деле было в финале. Подведем его итоги. Я вам расскажу, что будет ожидать наш альянс и наше русскоговорящее сообщество. Третий и четвертый сервер. Какие у нас с вами планы. Что нас будет ожидать в будущем. Небольшой вброс от разработчиков, который был сделан относительно недавно. Даже два опроса. Вброс, я сказал. Нет, опрос. Я имел ввиду. Хотя вброс, опрос одно и то же. От разработчиков мы с вами порассуждаем. Ну и, конечно же, итоги кубка. Чего мы добились, чего мы достигли, что мы сделали. И что нас ждет в будущем. Давайте не будем затягивать. Конечно же, отдельным респектом спонсора канала. Это просто спасибо вам огромное. Всего 99 рублей в месяц. Ну и, конечно же, бродяга. Спасибо вам огромное. Погнали. Итак, это у нас, господа, финал. Финал кубка. Давайте с вами немного порассуждаем и посмотрим, чем он закончился. Значит, по идее, должны были быть бои. 21 сервер сам по себе. FWZ и AV сами по себе. Gothic и NFG сами по себе. То есть, суммарная сила Gothic плюс NFG 150 ердов. AV и FWZ 200 ердов. 21 сервер 100 ердов. И чем закончилось все это? А закончилось все это тем, что в конечном итоге было 3 на 2. Как обычно, ничего не поменялось. Как видите, у поселения 21 сервера спокойно стоят FWZ. Вследствие чего они его захватят. Здесь же у нас, конечно же, от завода отступили 21 сервер и отдал его AV без боя. То есть, награды поделили, все как обычно. Теперь, что касается самой Gothic. Как вы видите, у нас в сейв-зоне, вот это наша сейв-зона, не выстроена ни одной деревни. Мы не баррикадировались внутри. Мы ничего не застраивались. Мы с первого дня начали сражаться вот здесь и вот здесь. И до сих пор у нас проходят бои. Хотя уже финал как два дня и уже фактически закончится. Когда вы будете смотреть этот ролик, я думаю, что он уже закончится. Особой разницы, я не думаю, что будет какая-то особая разница на поле сражения. Награды уже все поделили. Репутация Альянса. Пятое место. Пятое место. Пятое место из пяти. Ну, то есть, пятое место в кубке, в финале. Но это не восьмое. А восьмого и не может быть. 11 миллионов очков. Да, первое место 59 миллионов очков. Вы спросите, почему такая разница? Почему так много очков? Неужели они столько надолбили? Нет, все очень просто. Здесь за пассивные очки капают, да, которые за удержание. Х20 от обычной версии игры 400 очков в минуту, в минуту получают Альянсы. Поэтому сделано это для того, чтобы в финале вы первое место получили именно за то, что вы удерживаете и контролируете какие-то важные объекты, нежели вы просто залили донатом и скупили кучу флакончиков энергии и нафармили бункера. Здесь это именно... Это здорово, это классно. Я бы и на обычных серверах то же самое сделал. Чем больше удерживаете, тем больше объектов. Не в серверах, а в обычных L4. По ранговым наградам у нас... У нас, кстати, пацаны, эксклюзивные рамочки. Смотрите, обратите внимание, да. У NFG синенькие, у FVZ синенькие, у AV синенькие, у этих красненькие, а у нас зелененькие. То есть, в Готике единственный альянс в этой игре, у кого будет вот эта зелененькая рамочка. Да, зеленый цвет обожаю, как вы видите везде в моем оформлении. Зеленый цвет мой самый любимый, поэтому вообще кайф. Ну, это если так посмотреть, да, с точки зрения шутки. Что касается боевой машины, да. Понятно, первые места, жирные киты, прям особо жирные, тут особо речи нет. Но два наших участника зашли в топ-30. Это Diamond Dragon и Узбека, которые имеют достаточно много очков. Молодцы, здорово. В Готике, сражаясь против FVZ, AV и 21 сервер, умудрились еще залететь в топ-30. Но это не самое то, что больше всего удивляет. Конечно же, в топ-100 у нас еще есть с вами Кверти и Бродяга. Есть Грут. И есть абсолютно фритуплейный аккаунт, ни копейки не вложенный в игру, просто Даня. Бог ЛТ, самый лучший ЛТ-вод. Запомните вот его ID, пишите ему в игре, пишите ему в Дискорде, в личку. Кому надо, еще скину его телефон. Шутка. Просто пишите в игре, просто пишите в Дискорде. Как надо правильно играть на ЛТ, все прям вообще бог. Бесплатный фритуплейный аккаунт в финале, где присутствуют одни киты, зашел в топ-100 на 82-м месте в боевой машине. Молодец, красавчик. Также он играл и на Катюше, и на МБ. Огромный опыт. Отчеты его боев, именно боев, можете посмотреть у нас в Дискорде. Ссылки в описании под роликом, да. В разделе Зал Славы. Там он скидывает свои отчеты, именно боев. Поэтому отчет в 5000 килов, играя в поле, не базой. Это норма. Для него и для всего его отряда, да. То есть рейтинг боевой машины. Молодец, красава, вообще респект и уважуха. Далее у нас с вами идет, после Дании у нас с вами идет, по-моему, Гост. Темочка Гост, да. Где-то он здесь. Да, 115 место. Темочка Гост, молодец. Просто половина тактики в игре, которую мы использовали на полях сражений, продумана в том числе и Гостом. Молодец, красавчик, супер, да. Далее мы с вами идем к Эпдок, тоже ЛТ. Офигенно, вопросов нет. Ну, в общем, тут можно каждого из наших расхваливать. В том числе, которые участвовали в этом событии и заняли, и вошли в топ-500 всего этого события. Потому что за топ-500 у нас с вами даже есть награды в виде вот такой вот военный трофей, скин на МБ, но это фигня. И, соответственно, втулочки и так далее. То есть, даже в этом случае, Рудольф, абсолютно фри-то-плейный аккаунт, абсолютно. 80% координации в этом эпике в дневном таймфрейме было при помощи Рудольфа. Играет он на Катюше и на Арте, поэтому пишите ему тоже, если у вас есть какие-то вопросы. Если вам недостаточно моих гайдов, вот его ID. В Дискорде тоже он есть. Пишите, безусловно, поможет, подскажет. Он подскажет. 298 миллионов силы в эпике на... В эпике, соответственно... Да что ж такое-то? В эпике, соответственно, на 100... 100... Каком-то там месте. Сейчас скажу. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Где-то он здесь был. Где-то он здесь был. Вот. 191 место. Виктор ЛТшечник тоже наш молодец. Но ЛТшки у нас в этом событии прям нормально киллов нафармили, да? То есть, эти киллы идут не за грузовички, потому что они относятся к седьмому тиру. То, что вы киллы закрываете, это понятно. Но то, что очки вы не получаете, тоже факт. Да, Спенг тоже ЛТшечник хороший, кайфовый. Ребята молодцы. Дрон. Пехота вот. Пехота. Пехота. Господа. Пехота. Ну, у него арта еще есть, конечно. Вот. Тоже попадает у нас в боевую машину. Вообще по красоте. Пацаны молодцы. Здорово отыграли. Теперь. Если поспекулировать на теме того, что мы участвуем в боях. Да, как видите, у нас бои происходят каждый день. И утром, и днем, и вечером. Боремся за каждый клочок земли. Вот это у нас пытаются прожать уже. Ну, кто наблюдает за эпиком, видит, да. Здесь у нас как маленький анклав. Пытаемся выжить, да, как можем. Соответственно, для чего мы пришли в эпик? Для чего мы пришли в финал? Во-первых, как я вам всегда и говорил, я хотел сделать русскоговорящее сообщество из преимущественно, естественно, русскоговорящих фри-то-плей игроки, которые могут своим упорством, онлайном, дискордом, альянсами, отрядами и так далее, зайти в финал, да. То есть это не какая-то там непостижимая мечта, что это невозможно сделать, что там только донатеры, что фри-то-плей там вообще никаким боком туда никогда не попадет. Вот я хотел доказать самому себе и хотел доказать всем в том числе, что в игре донат, да, решают, спору нет, в эпике, согласен, но невозможно и возможно, и вы тоже можете участвовать в эпике в том числе и русскоговорящее сообщество. Ребят, я не знаю, как вы, но вот меня гордость берет за наших соотечественных, если они в каких-то играх там достигают каких-то успехов. У нас же какое-то токсичное слишком сообщество в Варпаче, да, и если какие-то русскоговорящие сообщества достигают каких-то успехов, то там начинают, да это все херня, это все корни для китов, да они чуть добились там, зашли там, пятое место, ну и что? Пятое место в эпике, это круче, чем первое место в золоте, держу в курсе по наградам, если что. Ну если так просто прикидывать, ну если по наградам, только смотри. Вот, поэтому с точки зрения боевого опыта, это огромный опыт, огромный, вот я очень доволен эпическому бою, огромному опыту. Вторая цель, по которой мы пришли, это организовать состав, который будет в будущем доминировать, ну или пытаться доминировать в золоте, да, в том числе и в золоте. Значит, каким образом? Достаточно, вот все вы знаете, достаточно большая проблема собрать игроков в альянсе, да, когда вы проигрываете, да, ну или когда битва равная, и людей очень тяжело собрать, и вот он решающий бой, а что-то в онлайне никого. И в золоте, допустим, это критично, вы можете проиграть карту, а в эпике вы ничего, ну по крайней мере я, я ничего не проигрываю, да. Я знал, что мы прилетим, я знал, что мы будем, я вообще думал, что мы будем сесть в зоне, нас просто запрут, а мы оттуда не выйдем, у забора будем перестреливаться. То, что мы весь, все события участвовали, воевали, это прям кайф. В какой-то момент мы даже отжали три города, в какой-то момент мы даже отжали форт, в какой-то момент мы даже отжали этот самый, а больше мы ничего не отжали. Вот, и собрать состав, который приходит и воюет с Have No Money 920 лямов на его 9 аккаунтов, да, которые существуют в этой игре, и 5 активных, соответственно, все мы это время, все это время мы пытались организовать вот этот вот состав людей, которые готовы зайти в игру и воевать с 900 лямной будкой, и знают, что мы ничего не захватим, что мы ничего не получим, и что отряды будут. И вот за это отдельное спасибо каждому, кто принял участие в этом эпик-событии, кто принял в финале, кто создавал отряды, кто пополнял отряды, кто летел на метку АА, кто жертвовал своими истребителями для того, чтобы несколько бомбардировщиков Альянса могли раскидать вражескую арту, и это большой опыт, огромный опыт. И было совершено много ошибок, в том числе было совершено много приятных побед, да, в том числе мини-локальных побед, которые нас научили определенной тактике, определенным действием, контраргументом, контрдействием и так далее, большой бэкграунд, большой опыт за нами. Это второй пункт. Третий пункт. Что мы будем делать? По поводу опросов разработчиков. Насколько вы заметили, разработчики сделали такой опрос, как мы, ну, не для всех, для китов и так далее, как вы относитесь к тому, чтобы ограничения в городах четвертого уровня были 40 ердов Альянс, 40 миллиардов и ниже, и 130 человек и ниже, то есть выше 130 человек и больше 40 ердов Альянс просто не зарегистрировали. Это первый вопрос. И второй вопрос. Как вы относитесь к тому, что если соревновательный режим, то есть режим с ограничением техники, то есть в золоте 3 там 9.0, в золоте 2 там 9.1 максимальный, да, юнит, в золоте 1 и в эпике там 9.2. Как вы относитесь к тому, чтобы вот это ограничение были в обоих очередях? Не в первый только, а в первый и второй. Для чего это делается? Разработчики хотят поставить планку 40 ердов, максимальной возможной в этой игре для Альянса. Тогда все эти китовые Альянсы типа FWZ 21 им придется делать маленькие Альянсы по 40 ердов, в том числе. И количество сейчас текущих 40 или около 40 ердовых Альянсов очень большое. Конкуренция будет космическая. Будущий финал будет примерно из 40-50 Альянсов, которые примут участие в отборе очков, и только топ-8 лучше из них попадут. Совершенно другой уровень дипломатии, совершенно другой уровень игры. И если у вас Альянс около там 34-35 ердов, вам скорее всего придется снижать силу, потому что у вас просто дропнет на 40 ердовые Альянсы, да. В этом случае что будет делать Готика? Как я и говорил ранее, мы делаем два состава. Два состава золотых, ориентировочно по 36-38 ердов, для того, чтобы принять участие в золоте. Однако мы не исключаем того момента, что если Эпик будет из 40 ердов, то мы так или иначе будем участвовать еще и в Эпике, да, в том числе. Что касается текущего состава на 254 человека, Альянса 80 ердов, это русскоговорящий Альянс, который мы сделали, он 80 миллиардов. Что касается этого, то тут, господа, это финал. Дальнейшее его существование технически в игре уже невозможно. Во-первых, скоро это урежут, а во-вторых, в этом и нет смысла. Конкуренции в Эпике нет, вообще нет. С-40 пропустил финал, будут они дальше участвовать, не будут, мы не знаем. АВ будут разваливаться, насколько мне известно. Я, конечно, не могу сейчас судить, достоверно это информация или нет, но по большому случаю это даже ни на что не влияет. В принципе, в этой игре нет двух Альянсов, которые могли бы сразиться с 21 на равных. ФВЗ сцикло, аж поперхнулся. Сцикуны, да. АВшки молодцы, сражались до упора. Сдержали свое слово и действительно сражались два вдвоем. И против нас, и против 21. ФВЗ сцикло. Один раз или два раза отыграли против 21 и убежали к нам. Против 21 сражаются неохотно. Ну и тут как бы так все понятно. В общем и целом, вот такой у нас получился Эпик и Финал. Что касается Готики, то это будет два состава бойцов, прошедших 9-месячную эпическую подготовку. Поэтому, если вы, друзья мои, желаете принять участие в Золоте вместе с Готикой, вместе со мной, пожалуйста, пишите в разделе заявки у нас в Дискорде, о том, что вы хотите принять участие. И дальнейшее наше существование будет в районе 35-40 ярдов. Куда нас забросят, в Золото или в Эпик, уже не имеет значения. Главное в том, что будет два коллектива ориентировочно по 120-130 человек в каждом. Примерно, плюс-минус. И, естественно, оба будут развиваться полноценно. У нас есть четвертый сервер, на котором есть 35-ярдная Готика, в том числе золотая. И открываются хорошие перспективы пойти в три состава Готики, в какое-то золото, в Золото-1. Соответственно, залететь туда на три состава. Интересная перспектива. К ней мы тоже пойдем, естественно, к этой цели. После Кубка в это золото поучаствовать. На три состава Готики. Два с третьего сервера и один с четвертого сервера. В худшем случае, в худшем случае, значит, у нас будет два состава. Один на третьем сервере и другой на четвертом сервере. Оба ориентировочно по 40 миллиардов. Примерно так, плюс-минус. Вот. В целом, в целом, мы не в сейв-зоне. Воевали до последнего. И воюем до последнего. В чате города можете посмотреть скриншоты у нас в Дискорде. В чате города что АВ, что ФВЗ, что 21 пишут Готика. Молодцы, не сдались, не пропустили Кубок. Красавчики, что пришли. Сообщений. Позитивных сообщений в адрес нашего альянса. Преимущественно положительные. Позитивные и положительные. Что касается, вот, то есть, рекомендации, имя себе Готика сделано. Теперь, что касается, соответственно, прошлого. Да? О том, что я там говорил, что мы придем в финал и будем самыми классными, самыми сильными, самыми лучшими. С одной небольшой поправочкой, что это сделало русскоговорящее сообщество. Я всегда во всех роликах и во всех своих стримах говорил, что Готика никогда не будет топ-1. Нам просто не хватит денег, ёпта. Реальных денег, чтобы купить китов, чтобы самим задонатить или как-то денежно мотивировать альянс или еще что-то. С этим есть в русскоговорящих альянсах всегда проблема, не только в этой игре, в любой игре, где донат как-то влияет на игру. Но, тем не менее, тем не менее, да, если я говорил, что мы будем хорошим саппорт-альянсом, хороший альянс, который поддержит старшего брата какого-то китового альянса, в этом событии этим альянсом был НФГ, единственный альянс, который за все время существования нашего альянса не думал о себе, а в том числе еще как-то что-то предлагал там. Захватите город, сделайте касание, захватите форт. Вот нам это нахер не надо, по сути, по большому счету, потому что мы знали, что в конечном итоге наград не будет. Но это очень приятно. Вот из таких мелочей строятся события, где мы планируем делать атаку, НФГшки, естественно, поддерживают нас. Где они планируют делать атаку, мы их поддержим. Достаточно теплые такие отношения у нас выстроились с этим альянсом, с 34-м сервером. Очень приятно играть с товарищами, которые тебя поддерживают и оказались в не самой сильной коалиции в том числе. Вот. Ну, будущее у игры сейчас очень туманное, да, очень перспективы прям космические. 40, 50, может быть, даже 60 альянсов в районе 30-40 ердов окажутся в одном поле сражений. Это будет 2 эпика 1 в каждом отборе, 4 эпика 1, пару эпиков 2, и в общей сложности это уже на 50 альянсов, да. Перспективы очень хорошие, очень хорошие у игры. Я думаю, что в будущем будет намного больше таких вот жестких событий, и конкуренция наконец-то вырастает на своих стримах. Я об этом часто говорил, что, господа, нам не хватает конкуренции. Наш альянс готика для эпика самый слабый, и нам очень тяжело там играть. А для золота мы самые сильные, и там очень скучно играть. Ну, в общем, в текущем составе готики, я имею в виду, да. То есть альянсов по 60 ердов, с которыми мы могли бы конкурировать, в игре просто нет, там пропасть. То есть есть 40-50 край, а дальше идёт сотки, да, там 80-ки и сотки. И получается, что вот это от 50 до 80 нет никого, поэтому мы не можем даже соперников себе. Игра не может нам соперников предоставить. И вот это было обидно. А сейчас будет большой баланс среди соперников, и я надеюсь, что разработчики сделают вот эти изменения, и добавят всё, что они запланировали в игру. И в будущем нас ждёт большая конкуренция, в которой готика, я надеюсь, достойно выступит и займёт хорошее какое-то призовое место. Попадём в топ-8 вообще будет шикарно, да. Если не попадём, не страшно, не страшно. Мои цели по игре в общей сложности выполнены, по сообществу русскоговорящих игроков выполнены. Дальше осталось развиваться, так сказать, уже получать игровой опыт, играть с ориентировочно равными, чуть выше даже, врагами на карте, получать позитивные эмоции, в том числе, да. И дальнейший YouTube-канал, развитие Русообщества, ничего не меняется. Будем теперь идти двумя альянсами параллельно, плюс четвёртый сервер, тремя альянсами будем двигаться параллельно. Поэтому, если раньше вы переживали на тему того, что надо идти в эпик и сражаться с 900 лямными китами, а вы не хотите, вы не готовы, теперь всё поменяется. Конец кубка – это не конец готики. Конец кубка – это начало новой готики. И ты, в том числе, друг, можешь принять в этом участие. Ссылки в описании под роликом. До новых встреч. Пока. Это были итоги второго кубка чемпионата Warpatch. Наверное, так. До новых встреч. Кстати, ребят, тут на днях вышел мой первый музыкальный альбом от CG Sokrat Music. Да, вот такое незамысловатое название. Ознакомиться с композициями вы можете также в описании под роликом ВКонтакте, в Дискорде, на Boosty. И это абсолютно бесплатно. Заходите, слушайте. Делал для вас, для игроков. То есть посвящено Варпачу и всему остальному. Ну, вот пару секунд от каждой песни прямо сейчас. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ссылки в описании под роликом Знакомься, встречайся, унижай, доминируй, возглавляй Все это можно сделать в нашем Дискорде Дима Торзок